Привет, мои хорошие, с вами Селена, и в этот раз я видео начинаю снимать уже, не пойму какой свет, я такая страшная, и видео начинаю снимать уже, в общем, с нашей поездки уже здесь, потому что пока мы сюда ехали, был просто трэш, всё в руках, в ногах, в общем, полные руки, всего заняты, провожала меня мама. Маленький сейчас вот лежит и смотрит в окошко, ему нравится это, вместо телевизора меняются картинки. Ну и хорошо, у меня вот скачает тут уже прыщ, вот тут вот, вот тут вот, ну всё, видимо, гормоны восстановились после родов, и всё, у меня теперь прыщи будут скакивать, простуда вскочила ещё, но это, как всегда, перепады и так далее. Вот, что это хотела сказать здесь? А, ну вот так мы ездим, взяли СВ, естественно, потому что маленький, чтоб меньше народу, больше кислороду, и не дай бог никто не болел рядом, хотя сама, да, вообще кошмар ужас, и ничего не взяла, и не было времени. Памперсы, салфетки тут у нас, всё-всё-всё-всё-всё, вот эту штучку, смотрите, прокипятила. С Фикс Прайса. У него зубы чешутся, беднёжка моя, ну чё, плокал, как плокал. И мы чешем ей зубы, нравится. Ну, естественно, чипсы из Фикс Прайса, супер-мега-классные. Мне не так нравится, я их с тобой взяла. Ну и всё, в туалет ещё по-большому он не ходил, я его ещё здесь не мыла, не вытирала, не знала, как это получится, расскажу потом, как исходит. Оставайтесь. Что такое, сына? Опять с утозиной. Немного привела себя в порядок, кстати, нужно будет снять видео, и я его обязательно сниму, сейчас даже прям сниму, чтобы мои дорожные косметички, я прям взяла всё необходимое, чтобы быть, в общем, ухоженной и красивой, чтобы накраситься и сделать уходик с собой небольшой. Вот сейчас я, кстати, нанесла крем вот этот вот, ой, какой. В общем, расскажу свои впечатления о нём. И многое другое. Вот такая штучка ещё с собой, да. Объясню, почему решила взять. Вот. Что ещё хотела-то вам сказать? А, бровки мои, видите, они уже зажили, опали. Вот, мне нравится, в принципе, свет такой светленький. Единственное, есть моменты, которые... Ну, я всё равно пойду на коррекцию, я не знаю, может быть, немножко потемнее сделала. На тончик, на полтона. Посмотрим. Вот. Чё ещё? Чё, чё, чё? В общем, чё, у сына режутся зубы. Беденький. Беденький, ходит так потесать. Ручки засовывает далеко глубоко, чтобы потому что шли. Для сына. Что такое? В общем, едем, едем, едем. Только сейчас обратила внимание, что у меня цвет волос вот сейчас. Как мой натуральный цвет волос. Хотела серые, а получила вообще свои натуральные волосы. Вот они у меня такие же, серые. Вот такой средний, русовый, такой серый. Прям серый, пепельный из своего. Я блондинка по натуре, так что я и останусь. Не переживайте. Кстати, мне интересно, что будет с моими волосами после того, как я сделаю помывочку. Обязательно вам сниму после первой помывки. Вот я ещё голову не мыла, как покрасилась. Вот вам мою голову. Может быть, как раз-таки серенца немножко уйдёт, и у меня с корнями они снова сольются воедино. Вообще цвет симпатичный, серый. Ну, не то, что я хотела. Подпёрла малышика подушечками. И сама чаю-чаю-чаю-чаю-чаю-чаю. Бурила остаточки. Сейчас налью горяченького. Так неудобно будет с вами наливать одной рукой. Жалко, нет, здесь, знаете, такой подставляешь, и вода идёт. Для блогеров. Специально нужен вагон для блогеров. Специально к вашим услугам. Специальный чайник, где вы можете налить чаю одной рукой. Я бы поехала именно в таком. Малыш, не об этом спит. Я, кстати, около проводника сразу взяла себе место, чтобы далеко не бегать за горяченькой водичкой. Хотя у меня термос с собой, все дела. Мы практически не бегаем. Ну вот, например, чаю взять, да, я малого подушками подстелила, открыла дверью, раз, и добежала, кипятка налила, я всё вижу, всё под контролем. И да, я буду, короче, для вас монтировать в поезде. Представляете? И вообще любая минутка, у меня ещё остались видео, которые я поснимала, и сейчас снимаю. Естественно, я буду монтировать. Ох, так я люблю YouTube и вас, поэтому вот так. Блин, ну просто этот цвет меня просто убивает. Я не знаю, у меня такие синяки просто под глазами. Они и так есть, но здесь ещё больше. Я не знаю, стук губы, ничего так смотрится. Если б только не простуда, да? Смотрите, я что хотела сказать-то, смотрите. У меня интернет есть. У меня работает YouTube. А всё благодаря вот такой вот Йоти, которую можно вообще с собой брать везде. Я её обожаю. Я её взяла на всякий случай с собой. Сейчас вот мы стоим 40 минут, мы будем по дороге стоять ещё много где. Вот будем стоять в Москве, будем стоять здесь, такие большие города. Вот, пожалуйста, будет ловить. Я загружу сейчас видео вам. Супер! Я рада, счастлива! Только единственное, что не грузит что-то видео. Ноль уже, пять минут ноль. Наверное, я смогу только так. Сейчас я посмотрю вообще, что я смогу и скажу вам. В общем, в ночи решила показать, как мы спим. И сделала маленькую вот такую вот кроватку. Он тут спит. А я тут. У меня там ноутбук, и я делаю для вас видео, мать. Так что скоро будет видео. Телек. И крутят этот сериал «Вкус граната». Просто уже второй раз я его смотрю. Вообще, я его до этого смотрела, а здесь он уже два раза прокрутился. Такие дела. Люди на выбор шли. Ой, у нее так свет нравится. Может, сфоткаться так? Как-нибудь так. Если увидите фотку, такую в Инстаграме, знайте. Время 6.30. 6.35. Мы выходим в 6.42 утра. Я собрала малышню. Ой, малышня. Ой, гитарча. Собрала малышню. Вот наш этот чемодан. В сумке все необходимое. Первое, что первое, что в чемодан влезть. Первое, что вам нужно достать. В общем, на улице еще темно. Нас там встречают. Ой, устала. Я вообще. Это, конечно, в поезде жара. Ребенка надо одеть заранее, да, чтобы он не парился. Поэтому мы вышли в тамбур, чтобы более-менее прохладно тут было. Короче, вообще, путешествие с ребенком, особенно с маленьким таким, это непросто. Ладно. Посмотрим, что следующее смогу вам показать. Придумала лайфхак, в общем-то. Взяла вот эту вот штуку от коляски, то, что три в одном, автомобильная, и присобачила резиночку. Ну, то, что нашли. У девчонок взяла. И вот так вот катаемся. Катаемся. Дорогие мои хорошие. А я уже в Гелоруссии. Я купила только что тебе. Надо писать. Покажи. Вот такую штуку. Только черную. Потому что у меня так болит спина. В общем, я набрала столько всего белорусского для сынишки пока что своего. Себе только вот это вот купила. Это для верхнего отдела позвоночника. И вот сейчас он на мне, и меня прям развернуло. Я такая стройная, стройная. А сейчас мы куда поедем? А, сейчас мы поедем. А потом? Вот, мы думаем, да, поехать в центр. Я вообще такая ненакрашенная. У меня все не заживет мой прыщ. Ладно, чего вижу, прикольно, я поделюсь. Еще я хотела вас познакомить с моей Машенькой, которой я отсылала посылочки. Вы, может быть, помните? Вот она. Привет. Привет. Она, возможно, будущий маленький блогер. Мы еще не знаем, что снимать? Или ты знаешь уже, что снимать? Я уже знаю, что снимать. Я хочу знать, что уже снимать. Сиреной. В общем, ты же сиреной. Ну, не суть, не суть, не суть. Уже все знают, что меня нарезал. Вот, вот так должен настоящий будущий блогер знать, что он хочет снимать. Правильно? Да. И рвать, и метать. Так что что-нибудь придумаем, да, с тобой? Что-нибудь поснимаем? Да, Мари. А потом? Потом расскажем, и тебя посмотрят. Заценят, что ты там наснимала у нас. Ага. Ага. Сколько тебе лет, Маш? Пять. Скоро будет шесть. Летом. Через полгода. Вот такие вот дела у нас. А сейчас мы едем гулять. Блин, а тут столько снега, а то какая кайфет. Да. А вон домик. Красивый. Я там был, мед, пиво пил. Ой, блин, это... Вообще, я накреплю, когда много снега стоит. А я пойду к пруду. Давай, Маша, иди к пруду. Ну ничего, вот это вот, да? Балкончик получился, Маша. Маша, Маша, тебе не страшно? Ребёнок, по льду ещё. Спасайте ребёнка. Блин, это ж так страшно. Просто вот, вот, вы говорите, я волосы крашу, я отважная. Вот отважный ребёнок. Она по льду уходит, я в жизнь туда не встану ногой. Я боюсь. И она бежит и прыгает по нему. Смотри. Нет. Я нет, нет, я не пойду. Ты пойдёшь, Маша, пробежишься? Нет, нет. Мы, девчонки, поставим в сторонке. Иди с тобой видеокарточку сделай. У меня ещё есть. У тебя не промокация, у меня промокация. Иди. Так, давай, гублю бантиком. Бантиком? Всё. Всё.